Мусорный полигон горящий десятки лет. Дым от органических отходов стремится вверх, отравляя газом когетан, метан и пропан. В этом месте работают не один десяток людей, подвергающих здоровье едким дымом. Поставить точку в деле городской свалки пытались не раз. На сегодняшний день полигоном инициирован процесс локализации данного дыма методом террасирования, то есть полностью локализации доступа воздуха к этим очагам возгорания. Тем самым мы видим, что на 95% сегодня было локализовано задымление. Следующими этапами будут, конечно же, у нас городом мэрии инициирована закупка специального оборудования по утилизации швейно-бытовых отходов, швейных отходов, которые тоже мы ограничим доступ уже той проблемной части отходов, которая у нас поступает со всего города. Сейчас горящий мусор на полигоне тушат. Ведутся работы по рекультивации. Представители чешской компании «Регрин» – будущие инвесторы завода – оказывают в обнаружении очага возгорания с помощью дронов и другого современного оборудования. Волонтеры предлагают свои силы по устранению смога. «Мы со спецгруппой ознакомились с состоянием старейшего полигона под Бишкика. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы остановить образование смога. Площадь горения довольно большая. При помощи привлеченной современной техники мы хотим показать, насколько скопилось подземных газов. Также мы ознакомливаемся со строительством нового полигона». Рекультивационные работы, возобновившиеся два года назад, ведет эстонская компания «Ихистус». Новый полигон будет расположен в 500 метрах от старого. Общая площадь – 12 метров. Действовать этот объект будет 30-40 лет. «В дну ячейки уложена геомембрана, поверх геомембраны уложен геотекстиль. Это материалы, которые предотвратят попадание жидкости в почву и в грунтовые воды. Будет полностью исключена эта база». Чешская компания «Регрин» приступит к строительству мусороперерабатывающего завода этой осенью. Проект составляет 45 миллионов долларов.